Традиции старых добрых субботников возрождают жители 4 микрорайона. В минувшие выходные они дружно вышли для уборки собственного двора. Проблемным участком стала пешеходная зона от забора психоневрологического диспансера до выхода на улицу Минская. Заросли и огромные кучи мусора, оставленные местными любителями спиртного, портили вид всего двора. А ведь рядом детские горки и игровой комплекс, которые, надо отметить, тоже нуждались в ремонте. Одну из горок изуродовали слоем цемента в перемешку с гудроном. Такое изобретательное варварство сделало ее использование невозможным. А детская песочница перестала радовать малышню уже давно. Понять о том, где она была, можно было только по куче песка. Осмотрев заранее масштабы бедствия, за организацию трудового праздника взялся депутат городского совета Владимир Таргашов и члены общественной организации «Боевое братство». Субботник был организован в формате дворового праздника, атмосферу которого создавал профессиональный автозвук от сообщества All Sounds. Уважаемые жильцы, домов 75, 61, 67 приглашаем на дружную работу и на чаепитие. А для отдыха трудящихся депутатам были организованы чайные столы с огромным выбором сладостей, пирожков и фруктов. И пока «Боевое братство» с помощью моторизированной техники зачищали джунгли и срезали старые металлоконструкции, во двор стали подтягиваться жители. В бой с мусором и валежником вступили и старый млад. Пожилые активно работали граблями, малыши таскали ветки, а некоторые всей семьей выполняли малярные работы. Ну что, вы сможете, уберетесь? Да. Ну, сложно убираться, нет? Нет. Легче я. Легче? Тяжело красить? Да. Легко? Да. Как хорошо у тебя получается. Ты, наверное, учился на маляра, да? На месте горы с песком появилась новая песочница, которую заранее сколотили и покрасили. Теперь у местных ребятишек появилось еще одно место для игр. Горку, залитую гудроном, очистили с помощью болгарки. А на месте зарослей, наконец, показалась пешеходная дорожка, откуда вывезли три лодочки с мусором. К этому времени уже закипел чай и стало известно, что у одного из жильцов, принявшего активное участие в субботнике, сегодня день рождения. Сегодня прям день рождения у вас? Субботник. А как вас зовут? Вы здесь живете, да, в этом? А, вот в этом доме, да? Вот. Ну и так вообще вы с жителями сами выходите когда-нибудь, субботники бывают, да? Ну вот смотри, вот та часть чистая всегда, вот территория, да, вот здесь вот страдает как бы. Вот. Но это в основном как кто вот мусор бросает? Сами местные кто-то? Конечно. Грязь, да, все наводит? Понятно. Ну, еще раз поздравляем вас. Спасибо за вашу активность. Да. Конечно, без подарка он остаться не мог. Здравствуйте. Подходите. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего самого хорошего. В семье, чтобы было хорошо. Здоровья было много. И хороших соседей. Спасибо, что вышли сегодня на субботник, поддержали нас. И вот от всех от нас, от меня лично, вам небольшой подарок. Все, давай дружно, поздравляем! 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 А поскольку вам подарили нож, дети ждут. Арбуз, кто разрежет. Ха-ха-ха. Вот арбуз. Субботник получился действительно праздничным. Жители встретились со своим депутатом и за чашкой чая смогли обсудить проблемы, пообщаться между собой и, конечно, хорошо потрудиться. Мероприятие, как пояснил нам Владимир Таргашов, не будет разовым. Акции в виде субботников я планирую проводить раз в две недели. Выбирать дворы и в этих дворах наводить вместе с жителями порядок. Я не думал, что так много людей здесь соберется. Такие прекрасные душевные люди, которые откликнулись, буквально просто наклеив объявление на подъездах, собралось человек 40 сегодня. Такие дворовые праздники объединяют. И, конечно, люди, убирающие двор от мусора, будут следить за чистотой. А при активной поддержке депутата благоустройство дворовых территорий будет только улучшаться. Хочется, чтобы и другие депутаты вспоминали о своих предвыборных обещаниях и поддержали эту городскую акцию.